И это деревья, которые могут расти по 500 лет. Вот, например, дубы, липы, они могут расти 500 лет. То есть мы заложили то, что будет использоваться горожанами долгие-долгие годы. Эта работа может быть и незаметна, и оценить ее можно будет спустя десятилетия. Но цифры уже впечатляют. Несколько лет назад, когда общественники только зашли в парк Изумрудный, здесь росло 2,5 тысячи деревьев. Зеленый фонд обновили почти на треть. Сегодня крупных насаждений уже около 4 тысяч. Озеленение парка – глобальная задача, над которой будут работать и после всех этапов реконструкции. Кстати, в этом году Изумрудный выходит на заключительный пятый этап. Работы коснутся центральной аллеи парка. Второй объект расположится в тихой части парка. Там появится павильон для интеллектуальных игр. Третий важный объект – это большой спортивный, ну я назову его, кластер, который у нас предполагается к сооружению в восточной части парка, прям примыкая к стадиону Клевчени. Там планируется площадка для стритбола, многофункциональная площадка с резиновым покрытием, где можно будет там разминаться, заниматься йогой, делать какие-то упражнения. Четвертая позиция – это парковка с южной стороны парка, это со стороны недостроенного ледового комплекса, мотор. Там тоже предполагается парковка, тротуар, освещение, ну чтобы можно было людям комфортно подъехать, зайти в парк тоже. И мы таким образом расширим еще сеть парковок, потому что, ну что греха таить, не хватает парковочных мест. И, наконец, пятый этап подразумевает работу по периметру парка. Изумрудные огородят со стороны ВРЗ. Накануне власти нашли подрядчика, которые приступят к работе, когда установится теплая погода. Это наш общий результат, и результат того, когда все объединились, власть, общественность, эксперты, бизнес, и все вместе, вот это получается. Результат есть, его оценили люди, и в первую очередь они оценивают это, голосуя за него ногами, да, приходя сюда, мы видим, как растет посещаемость парка. Пример изумрудного показал, каким должен быть современный парк, и, соответственно, мы видим, как начинают меняться и парки в других частях и города, и Алтайского края, потому что это такой вдохновляющий пример. К слову, летом в Изумрудные каждый день приходят около 10 тысяч горожан. Осенью этого года они смогут увидеть плоды заключительного этапа реконструкции, а потом самое сложное – продолжить озеленять парк и сохранять все то, что уже сделано. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком.